День начинается с маркетплейсов. Сегодня у меня 5 литров. У Яндекса красивый, очень яркий пакетик поменяли. Алеша, какие пакеты классные у перца. Офигенные. Я такие за 400 рублей покупаю, и эти киевские. Красивый перец, красивые упаковки. Нравится мне ходить на этот рынок, очень классный, чистый, все есть, рядышком. Опять были на рынке, лук зеленый, кинза. Хочу-борю-хочу, поэтому купили чинах, сулугуни, но очень соленый, не соленого не нашла. Сейчас потру. Так, сначала тесто, кефир, яйцо, пол чайной ложки соды, щепотка соли, перемешать. Немного манной крупы и муки. И чуть-чуть растительного масла. Все, замешиваю тесто. Тесто чуть мягче, чем на пельмени. Это пюре сварила. Сыр соленый, чтобы разбавить. Сыр с картошкой, очень вкусный. И два сыра я потёрла. Обычный такой, голландский, я не знаю, какой у меня. И сулугуни, сулугуни прям поломала. Смешиваю с картошкой, картошку не солю. Это будет одна начинка. А вторая начинка. Зелень, у меня лук, кинза и сыр чина. Ни ту, ни другую начинку не солю. Сыр соленый. Причем очень. Начинки мои готовы. Тесто тоже полежало. Подмешиваю, присыпаю стол мукой. Так. Раз. Пять кусочков у меня получилось. Такой комок начинки. Горит, 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 горит. Ох, пригорит чуть-чуть. Сливочный масло. Так, и так же зеленью. У меня тоже в комок такой. Вот такая получилась вкуснятина. Причем быстрее получается на сковороде, чем даже в духовке. Лук с сыром сочненько. Ммм, вкусненько. Очень вкусно. А кажется, тушка с сыром очень вкусна. Когда вот сыр соленый, так всегда можно спасти соленый сыр. И сделать вкусненько. И сделать вкусненько. Так, девочки. Кто-то меня спрашивал после Марка и Спенсера, где я покупаю трусы. До сегодняшнего дня я нигде их не покупала. Я жила на своих старых запасах. Только-то я была на вот этом рынке. Свобода, дом один, по-моему. Я не знаю адрес, но вот пакет с этого рынка. По дворе. Мы туда за овощами, фруктами ездим. Думаю, пойду-ка я посмотрю трусы. И нашла я трусы. Вот Марк и Спенсер. Была новинка-новинка перед закрытием из Модала. Вот точно такая же модель. И Модал. Материал бамбук. Такой же покрой. И посмотрите, какая красота. Невероятной красоты труселя. И брифы во всех цветах. Единственное, маленький размер. Очень сложно найти. Я вот... Ну, маленький это 54-й. Там, в основном, какие-то вообще большие. Вот они с такими зелеными этикетками. Торгует девочка за рынком. Второй ларек у нее. Она азиатка. Не знаю, кто она пает самая. Невероятное качество трусов. Просто. Я когда увидела, стоит 300 р. Теперь трусы покупаем на рынках. Как в 90-е. Но трусы просто невероятной красоты. Качество не передать. Вот этот модал. Я все тогда на них смотрела. И думала, интересно, как же будет сидеть вот эта резинка какая-то неаккуратная. Вроде казалось бы. Но она так идеально сидит по ноге. Не перетягивает. Вот две пары у меня одинаковых. Конечно, здесь, наверное, где-то есть и синтетическая ткань. Две одинаковые с такой резинкой. А один чуть-чуть больше размер я нашла. Там рылась у нее. И нашла здесь немножко сетка. И такой он чуть-чуть больше размером. Короче, я себе нашла трусы Mark & Spencer. Только в китайском. Хотя там они тоже китайские. В Mark & Spencer. Прям вот идеальные. Я так думаю. 300 р. Такие трусы. И еще там же. Там же брифы. Вот внешне они кажутся такими невзрачными. Какой здесь классный хлопок. Какая классная посадка. Вот эта кажущаяся дурацкая какая-то складочка. Они так идеально сидят на ноге. Они так сидят идеально на попе. Обратите внимание на эти. Эти хлопковые. Единственное, они не бывают однотонными. Тоже вот модель прям брифы. У них вот такая этикетка. Я их искала в интернете. Так и не нашла. Только на рынке. Короче, вот к этим тоже присмотритесь. Это вот прям для дома идеальные трусы. Комфортные, мягкие. Под джинсы, под платье. Не видны вообще. Сидят идеально. Стоит 250 рублей. Mark & Spencer. С рынка. Но, по-моему, не хуже Mark & Spencer. Правда, верхнюю часть я там не нашла. Посмотрела на всех этих кружевных уток и прошла мимо. Из того, что там было, мне ничего не приглянулось. А трусов там много достойных. Понятно, что эта опция будет доступна только девочкам из Одинцова. Но, в принципе, ищите по рынкам. Вот прям вот с такой зеленой этикеткой. Мадал, бамбук. Полно трусов таких, которые вот не хуже Mark & Spencer. Mark & Spencer стоили, одни трусы стоили тысячу рублей. Это до того, как они от нас ушли. Вот прям перед самым закрытием. И я еще тогда стояла и думала, какие взять. Классические, которые я всегда беру. Или новые. Вот эти. Прям вот эта модель была. Думаю, нет. Лучше возьму те, которые я уже точно знаю, носила. И там выходили трусы тысячу рублей. А здесь триста. Так что поделилась. Трусами с рынка. Адрес этого рынка. Один соло. Улица Свобода. Дом 1. Улица Свобода. Улица Свобода. Улица Свобода. Улица Свобода. Продолжение следует...